На ютюбе много видео про старые советские мануальные объективы, в том числе и про гелиусы. Однако, купив на авито за 1000 рублей зенит с гелиусом, я был и обрадовался, но дома меня ждал сюрприз. Я рассчитывал на стандартную 42-ю резьбу, а на меня смотрел Байконет, как выяснилось от Пентекса, да к тому же с прыгающей диафрагмой. Думал, это фиаско, но после долгих поисков на Алиэкспресс нашел таки переходник с чипом и корректирующей линзой. Вот об этом объективе я и расскажу. Переходное кольцо с линзой, компенсирующие линзы, Байконет, здесь Пентекс, Ну, в общем, здесь у нас Байконет Пентекс и для прыгающей диафрагмы вот такой рычажок. Соответственно, без всяких танцев с бубнами, несмотря на то, что он у нас торчит, прекрасно одевается на переходное кольцо. Сначала надо одеть переходник, потом к фотоаппарату. Можно и наоборот, но так удобнее. Надевается очень просто. Все. Здесь фиксатор. То есть так он не снимется, только если мы его отожмем, как мы в аппарате. Все. Теперь просто очень надевается на тушку. Все. Очень рекомендую, очень удобно. Таким образом получается прекрасный мануальный объектив. Работает диафрагма, работает фокус. Работает все хорошо, все прекрасно. Вот здесь имеются выбиты цифры. Первые две год выпуска. У меня девяносто третий год. Ну, такой вот прекрасный получился комплект. Резкость удобно регулируется. Здесь очень длинное кольцо, так что можно крутить, крутить. На открытой дырке снимает очень хорошо. Ну, не знаю, насколько там мылит, не мылит на второй диафрагме, но мне очень нравится. Я снимал на полной дырке и примеры увидите. Давайте в упрощенном виде представим, что происходит внутри фотоаппарата. Внутри объектива находятся стеклянные линзы. А в самом аппарате светочувствительная матрица. Свет, проходя через объектив, преломляется и попадает на светочувствительную матрицу. Место преломления является фокусным расстоянием. В зависимости от размера матрицы и фокусного расстояния определяется угол обзора объектива. Если матрица кроп формата, то есть меньше, чем полный кадр, то объективы, рассчитанные на полный кадр, будут работать несколько иначе. В данном конкретном случае матрица меньше, уменьшается угол обзора. То есть объектив с фокусным расстоянием 50 мм работает как объектив с фокусным расстоянием 80 мм. А также не весь свет, который проходит через объектив, попадает на матрицу. То есть светосила объектива тоже немножко падает. Адаптер компенсирует все эти недостатки и дает возможность работы объектива в полном объеме. Наличие чипа способствует удобной мануальной фокусировке, отображаясь световой индикацией. Я использую объектив на фотоаппарате Sony Alpha 57. Но, думаю, уверен, есть переходники также для других фотоаппаратов. Переводим фокус в манумальный режим и снимаем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Диафрагма 2 Диафрагма 2 2,8 4,8 Закрыта диафрагма Открываем по щелчку одному Не удержался и по случаю купил второй объектив Helios 44 M7 Это самые резкие объективы Ну, теперь у меня будет их два Готовлю второй обзор Субтитры создавал DimaTorzok